Всем привет и здравствуйте! Знали ли вы, что именно коты, они проводники в мир иной? Туда, где мы можем спросить у предков наших, что будет, какие советы предки дадут, о чем, может быть, могут предупредить, в чем помочь, как могут сохранить. И здесь можно через этих двух котов, серого и белого, и вот чай выпить с вашими предками. Это очень мощный ритуал, древний ритуал такой, чаепитие с родом. И я сделаю для вас тоже расклад на картах Ленорман, потому что поговорить с родом или же с невидимыми силами можно только через карты. Это карты, это язык из подсознания, да, и язык предков, и язык того мира, который не видим. Итак, давайте будем рассматривать все очень подробно. Я приглашаю сейчас в ваше пространство ваших предков и прошу, чтобы они вам помогли, дали совет. Здесь две возможности есть, вот видите, вы и ваши предки, вы и ваши предки, левый и правый, левый и правый. И будет два расклада, что посоветуют подсказки от предков, от ваших хранителей рода. Именно в этой колоде, Ленорман, с предками разговаривают вишневые сумерки. Итак, первая карта, вот она вышла, и она сразу показывает, что предки хотят очень сильно предупредить вас в чем-то. Эта карта развилка, да, очень сильно хотят предупредить что-то не так, что-то требует вашего внимания. Что-то требует вашего внимания. Как-то мне так сделать, чтобы вы видели карты. Я надеюсь, вам видно. Иногда сложно выставить так камеру. Вот видно, да? Эта карта развилка, мои дорогие. Предки хотят привлечь к вашему вниманию именно вот эта развилка. Это левый расклад, он покажет, есть ли на вас негатив. Предки будут сканировать вас и покажут, есть ли на вас негатив. А правый расклад, что покажет? У нас самая главная карта вот эта. Якорь. Но это что будет дальше? Будет ли стабильность наконец-то? Будет ли стабильность в бытовой, личной жизни, в любви или на работе? Предки об этом скажут. Но вот, пожалуйста, два расклада. Конечно, один дополняет другой, да? И один показывает, есть ли на вас негатив. А другой показывает, вообще, что будет дальше. Идет ли все к лучшему. Потому что сейчас, в период кризиса, очень важно себе такие вопросы задавать, да? Ну что ж, вот, пожалуйста, развилка. Может быть и закрытие, и открытие дорог. Все зависит от других карт, которые выйдут. Я пока делаю по левому раскладу. Итак, две беру. Раз, два. Не сомневайтесь, карты всегда правду говорят. Лиса. Развилка и лиса. Да, мощно, конечно, да? Негатив есть, прямо скажем. И предки говорят, будь осторожна. В твоем окружении есть какая-то лиса. И эта лиса хочет своровать что-то ключевое, что-то украсть, то, что вы не готовы дать. Да? Лиса хочет отобрать у вас какие-то ключи. Дает вам ложную информацию, посылает вас в ложном направлении. И мешает вам увидеть все, как есть. Лиса – это может быть предатель на работе, это может быть предатель в семье. О, да. Манипулятор – тот, который что-то скрывает, дает вам ложную информацию. Ключ. Дала вам ключ от ложного замка. Или еще хуже, эта лиса может быть бывшая вашего любимого. Это может быть ваша даже мать или дочь. О, да, дочь бывает так. То есть это та лиса, которая навешала замки. Навешала замки на ваши пути дороги. Вот, пожалуйста. Да. Лиса навешала замки на пути дороги. Перекрыла. Перекрыла пути дороги какая-то лиса. Зачем этот человек это сделал? Почему? Ну, зависть – это зависть. Карта всадник – это зависть. Из-за зависти. Из-за зависти все это сделано. Предки предупреждают, еще две карты вышли. Смотрите, ведь это лилии и ребенок. Кажется, такие хорошие карты завидуют, может, на вашу семью, на ваших детей, на благополучие, на мужчину, потому что лилии – это на ваше благополучие. Вы скажете, у меня нет благополучия. Но часто вот эти лисы все, они верят в нас больше, чем мы в себя верим. И мы им видимся со знаком плюс, хотя с себе мы, может, и видимся со знаком минус. Это может быть такая ситуация. Я здесь вижу, что немножко, конечно, хотела бы лучше, чтобы было видно вам. Понимаете, в чем дело, да? Вот в чем дело. Лилии. Духи рода говорят, смотри, охраняй все свое добро. То есть что такое добро? Это и отношения в семье, это и какие-то ваши планы. Не рассказывай всяким лисам планы. И высшие силы сейчас вас охраняют. Хранители рода говорят, смотри, карта лилии сильнее любой лисы. И кто-то хочет перекрыть дороги. Но есть вот, иногда вы слышите или читаете книгу о том, как вот этот человек стал такой успешный. И вы в этой книге понимаете, что этот человек сделал что-то вопреки. Вот, например, в него никто не верил. Ему сказал, ты не сможешь. А он хотел вначале доказать этому другому человеку, что он сможет. Потом постепенно сам поверил в то, что он сможет. Увлекся тем, что делает, и стал миллионером. И вот это может быть вполне. Что лиса, которая хотела перекрыть ваши дороги, на самом деле вы разозлились и сказали, ну я вопреки всему буду счастлива. Вот это может быть вполне. И если кто-то навешал замки, или дал вам ложную информацию, или перекрыл дорогу вам, вот именно по ключу и развилке кто-то перекрыл дорогу, и хранители рода говорят вам, вот смотри, от того, что кто-то перекрыл дорогу, мы обратили внимание на твои дороги. И по материнской, и по отцовской линии хранители рода говорят, а мы сделаем так, чтобы эта лиса, поставим ее на место, да, чтобы эта лиса плакала, как говорят, отольются кошки мышкины слезы, да. Потому что есть или на работе кто-то, кто вас просто подставил и портит вам нервы, и посылает негатив, и каждый день, и за дня в день, многие годы, это у кого-то проиграется. Потому что лиса-то сейчас-то на работе. Или же это может быть в семье кто-то, какая-то лиса, но это скорее всего, понимаете? Опять же, хранители рода вам говорят, что человек не может делать, ну нормальный человек, человек специально плохо делать не может. Присмотритесь к тем людям, которые вам специально делают плохо, и знайте, что это люди нездоровые. Если они вам делают плохо, они нездоровые. Специально человек не будет делать плохо, нормальный, а больной будет. Ну больной на всю голову, такие лисы, которые хотят у вас украсть счастье. Потому что лиса именно воровство, счастье, да. Что такое лилии? Это счастливая личная жизнь. Лиса хочет забрать у вас счастливую личную жизнь. Но смотрите, какой шанс дается, да. Если мы рассматриваем всадник вместе с ребенком, это, конечно, новые встречи, новая любовь. Кстати, для некоторых это то, что вы немножко зациклились на этой работе, если касается работы. Здесь новая работа. У вас или может ваш любимый человек зациклился на этой работе. Да, ваши духи и часто тоже дают советы относительно ваших любимых. Или может дочь, сын найдет новую работу, и там тоже вам поможет, потому что будут хорошие деньги. Но здесь связано с тем, что не обращайте внимания на то, что вот, да, есть, есть, недоброжелатели. Но хранители рода говорят, посмотри, дай нам возможность тебе помочь. Дай нам шанс тебе показать, что ты не одна или не один из этих мужчин. Ну, не важно, здесь не идет речь об отношениях. Друзья мои, если речь идет не об отношениях, а на другие темы, я не делю людей по этим признакам. Все мы люди, все мы человеки, да. И здесь хранители рода говорят, смотри, ну, вопреки здесь, вот вопреки, кто-то хочет перекрыть дороги, кто-то просто, ну, мешает жить, ну, просто вот, человек необыкновенно злой. И вопреки всему этому я вижу карту лилии, вот эту карту, которая говорит, что а вы будете счастливы, да, и новое счастье, потому что ребенок – это что-то новое. И вот есть пассаж такой библейский, я не раз привожу его, потому что, когда я делаю расклады о духах рода, ну, там библейские сюжеты сразу вырисовываются, потому что все, что касается религии, это о прошлом, да, и сам Творец накрыл столы для вас явствами, знаете, такой пассаж, да, по-моему, это Псалом. И неважно, есть враги, нет врагов, да, есть, потому что развилка и леса, но сам Творец накрыл столы с явствами, и это говорю не я вам, а говорят ваши духи. И вы можете вкусить из этих, из этого пиршества, из этих даров, вкусить вопреки врагам. И я знаю, что многие из вас, кто смотрит, имеют духа в рода, которые говорят, смотри, многие люди, которые много добились, многого добились по всему миру, это те люди, которые делали вопреки врагам все, потому что верили в поддержку рода. Они вам не скажут это, потому что это тайна все, да, каждый человек не скажет вам, что он делал все вопреки врагам с поддержкой рода. Ну и не хочет, чтобы вы это знали. А вот именно расклад говорит, что именно поддержка рода уберет эти навешанные замки, вы получите ключ, откроете дороги, сейчас, да, это же исцеление тоже, момент этого расклада, вы открываете дороги, и вы добиваете счастье. Так, мои дорогие. Так что вот предки сказали именно здесь о том, что, да, негатив есть, но сейчас предки работают над тем, чтобы этот негатив убрать. Вы должны просто, просто довериться предкам, и все. Я сдвигаю расклад, потому что сейчас посмотрю на этой другой колоде, с вашего позволения. И это у нас, там видите, кресло вдалеке, пожалуйста, присаживайтесь, посылайте своего двойника для получения информации. И этот правый расклад покажет, скажут ли предки что-то о вашем будущем, потому что якорь, это ваша надежда на успешную жизнь. Выйдите ли вы из кризиса, получите ли вы когда-то счастье, получите ли вы когда-то финансовую независимость и свободу, будет ли у вас все это в жизни. Вот я приглашаю ваших предков на эту чашечку чая или кофе, вот на эту вторую, да, с вами здесь. И сейчас в ваше пространство выходят ваши предки, я у них спрашиваю, выйдете ли вы еще на дорогу счастья? Ну вот якорь показал это именно, да, но я вот конкретно хочу задать вопрос. Ваши предки сейчас, там где вы есть, отвечают вам, да, потому что собака. Это карта преданности, верности. Это карта просто счастливой судьбы. Карта счастливой судьбы. Вы действительно выйдете на дорогу счастья. Сейчас есть в вашем пространстве какая-то личность. Эта личность вас благословляет, эта личность вам помогает, эта личность дает вам поддержку. Это может быть или родной человек, вплоть до мать, там отец, друг. Это может быть кто-то из вашей родни, сын, дочь. Это может быть любимый человек. Кто-то сейчас сделает все, все возможное и невозможное, чтобы у вас была стабильность. Потому что якорь – это стабильность, а собака – это верность. Сейчас верное сердце того, кто вас любит. И вы думаете, так просто случилось? Нет, случайного ничего нет. Именно в ваше пространство, ваше духи рода посылают людей, которые будут вам преданы, якорь и собака. Что еще вам нужно знать прямо сейчас? Это, знаете, что это карта предков. Вообще, мороз идет по коже, да, как карты гадают. Потому что у нас крест. Крест – это же предки. Предки, которые теперь с высоты смотрят на вас. С высоты они возвысились. Это на Луне часто бывает. Возвысились. Крест показывает, что это ваша судьба. Крест – это карта судьбы. Также крест – это карта кармы. Я спрошу, чисто ли у вас карма? Карта книга, карта судьбы. Расклад приобретает интересные формы, да? Я спросила, чисто ли у вас карма? Потому что крест – это кармическая карта. Ну, а книга – это карта судьбы. И сейчас пойдет речь очень откровенно о вашей карме. Узнаем? Узнаем, друзья мои, подробно, что там такое, что там кармический. Может, узел какой-то есть, преграда, может быть, есть. Вышла карта судьбы. В доме. Какие-то враги в доме. Какие-то враги в доме есть, потому что крест – тяжесть в доме. Напряжение в доме. Напряжение в вашем доме. Человек есть в вашем доме, в вашем пространстве, из домашних, кто добавляет каждый день какое-то напряжение, какая-то темная энергетика. Это есть в вашем доме. Сейчас что-то происходит в вашем доме, что-то очень стремительно меняется, потому что книга – это карта судьбы. Что-то очень стремительно меняется. Напряжение в доме. Почему напряжение в доме? У некоторых это проиграется, да. Вы знаете, именно перемены, да? Я же сказала, что-то стремительно меняется, но и карта перемен вышла, карта корабль. Судьба ваша сейчас меняется. Это ветер перемен, потому что парусник нам намекает на ветер. Именно счастливый ветер перемен. Потому что вы благодаря этому раскладу исцеляетесь от каких-то очень сложных и старых кармических долгов, поскольку у нас здесь есть карта крест. А карта крест – это старые кармические долги. Может быть, 300 тысяч лет назад. Ну, какие-то долги, которые просто разрушили что-то в вашей жизни. И хранители рода говорят, не зря вы пригласили их на чашку чая, да. Долго не везло. Это карта опасности. Какой-то опасный враг подошел к вам очень близко. Карта коса. Коса и крест вместе – это, конечно, какие-то предки, которые очень много пережили. И, может, во время войны очень много пережили. И это отразилось на доме. Разрушенный дом. Или отобрали дом. Или разрушился дом. Разрушилась семья. Кто-то погиб. Где-то что-то было плохое. Кто-то погиб в доме. Разруха. Безденежье. Что-то было очень тяжелое. Кто-то потерял здоровье. Это карта дерева. У кого-то пошатнулось здоровье из предков. И здесь я вижу сделанное что-то другими людьми. У кого-то пошатнулось здоровье. Вот почему все случилось. Вот теперь это понятно. Я вижу, что вы прошли очень глубокий кризис. Это может быть как кризис отношений, так и негативное влияние других людей. Потому что карта тучи говорит, что кому-то это было выгодно. Кто-то напустил туману, тучи. Кто-то исказил информацию. Дал ложную информацию или исказил ее преднамеренно. Потому что кому-то это было выгодно. чтобы вы нервничали, испортить вам здоровье. Кому-то это было выгодно. Что еще хотят рассказать предки? Кто-то скрыл какие-то бумаги, дарственные наследства, что-то здесь несправедливость. Кто-то скрыл какую-то информацию, тучи и письма. Скрытая информация. Друзья мои, я перед вами показываю тучи и письма. Скрытая информация. Кто-то скрыл от вас информацию. Понимаете? Нарушил ваш покой. А вот здесь такая карта, когда аист вылетает из гнезда. Потому что удача на какое-то время покинула ваше гнездо. Из-за того, что были навешаны замки, и вам давалось сложная информация. Звездный путь, да? Но, понимаете, предки говорят, смотри, пусть враги веснуются. Они свое лицо уже показали. Тебя ждет перемена какая-то. Здесь корабль. Здесь корабль и звезды. То есть попутный ветер перемен. Что они могут? Эти все люди, которые специально навешивают замков, специально нагоняют туч, но у них же одна цель. И это не совсем приличная цель. Это, мягко сказать, не совсем приличная. А на самом деле, кто действует по темной энергетике, тот обязательно получит бумеранг. Но их бумеранг уже близок. потому что ветер перемен, перемен, вот по карте корабль, здесь парусник, приведет вас к новому звездному пути. Вы поймете, что вам делать дальше. А будут ли у вас вообще деньги, будет ли у вас любой, будет ли у вас вообще жизнь. Появляется змея, да? Будет. Но тут же придет новая змея. Будет. И такие периоды, знаете, то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Это хранитель рода по отцовской линии. И вообще, когда змея выходит вместе с мужчиной, это, конечно, мужская энергетика, да? Это мужская энергетика, и это и хранитель рода по линии мужской, и это мужчина в вашей жизни. Какой-то мужчина в вашей жизни защитит вас от недоброжелателей, защитит вас от чернокнижников, защитит вас от плохих людей. Понимаете? Это какие-то подарки, это какое-то выполненное обещание. И как, знаете, отец или дух рода мужской дух рода пообещал вас защищать. И слово свое этот человек сдержит, потому что карта кольцо это выполненное обещание. Ну, такой получился разговор мощный. Выполненное обещание со стороны отца или со стороны другого мужчины. Может быть, это сын, а может быть, это если была очень сильная ссора с братом у кого-то, видите? то ваш отец вас защитит от этой ссоры. И будет протекция. Потому что кольцо это когда у вас все будет хорошо, у вас будут средства и любовь. Кольцо сразу в себе имеет много очень. Это, во-первых, средства на какие-то подарки. Ну, а во-вторых, это выполненное обещание, потому что кольцо всегда связано с любовью, с обещаниями защищать, служить верой и правдой, быть верному. Да, вот это вот все это. Здесь ваш мужчина верный или это дух отца у нее, который проиграется, верный вам, который помогает вам в трудную минуту. Да, будет еще все хорошо. Звезды, отец или звезды ваш мужчина и кольцо. Да, будет еще все хорошо. Будет еще любовь, счастье и взаимопонимание. Да, это все будет. Вы уже прошли почти трудность, еще осталось немножко. И уже буквально за поворотом идет улучшение вашей ситуации. Уже буквально за поворотом. Свобода. От того, что вас напрягало и мучило. Темные силы отпускают, потому что род отца защищает. А там, где вступаются за вас ангелы и хранители рода, там никакая темная сила не пройдет, потому что они этого очень боятся. Вот и все. Вот и все понятно. Ну, это, конечно, было очень информативное чаепитие. Вызов духа вашего рода. Очень информативное чаепитие. Очень информативное, дорогие мои. Все стало на свои места. Защиту род вам дал. Ведь эти расклады, они тоже целительные, они дают защиту. А также я вижу, что кармические узлы развязаны. Кармические узлы развязаны. Это прекрасно. Вот так, мои дорогие, такой расклад мощный, сильный, да? Все открыл, все показал. Так что будем видеться, мои дорогие. Пишите, пожалуйста, как расклад проигрывается. Я знаю точно, что после расклада вы будете чувствовать облегчение, потому что когда вас посетили духи рода, и расклад это контактер с вашими духами, всегда происходит облегчение, исцеление, облегчение становится легко. карма легкая. Ну, а мы с вами еще увидимся. Я желаю вам счастья, всего самого лучшего. Здесь вы с пользой для себя проводите свой досуг, и это очень важно. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok